Я, когда шел, думал о чем выступать, я всегда думал о том, с чем уходят люди после встречи со мной в разных городах. Журналисты, наверное, самый скептический слой населения в стране. За 10 лет освещения политики в Украине, я скажу вам честно, никогда не верил, что что-то поменяется. Мы каждый год описывали, как начинается парламентская сессия, каждый год описывали, как воруют при Ющенко, при Тимошенко, при Ленковиче, при Порошенко. Мы все это рассказывали и каждый раз просто менялись слова и менялись фамилии. Я никогда не верил в то, что в принципе когда-нибудь придет человек, который скажет «стоп». Не потому, что эти люди плохие, ведь в личном общении вы знаете, потому что и ваши депутаты, и мэр, в принципе нормальные люди, если можно общаться, разговаривать. Но когда они приходят в эти кабинеты, с ними что-то происходит. Я никогда не верил, что это поменяется. Скажу вам больше, может быть это будет цинично, я не верил даже во время Майдана. Потому что я видел, кто стоит на сцене. Я видел, кто нас ведет туда. У меня не было никаких иллюзий, что те люди, которых мы выбирали после Майдана, это не являются люди нового поколения. Давайте признаем себе честно, что тех лидеров, которых мы избрали, они конечно же президент нашей страны, премьер-министр, они наши, но это не люди, не люди Майдана. К сожалению, мы вынуждены были выбирать этих людей, имея войну в нашей стране. Если бы не было войны, если бы не было того, что случилось в марте, если бы не было захвата Крыма, если бы не было Донбасса, я не уверен, что мы выбрали этих людей. Я уверен, что люди, которые стояли на Майдане, которые действительно вели страну, они могли бы найти себе других лидеров, и стране было бы совсем по-другому. Но сейчас есть так, как есть. И вопреки тому, что я сам журналист, вопреки тому, что я не верил, ровно год назад, когда мы пошли в парламент, я поверил. Я объясню почему. Не потому, что я пошел в парламент, не потому, что такое время или пафос какой-то, а случились очень конкретные вещи, которые меня убедили, что может быть иначе. Первое, что случилось, когда мы пришли в парламент, одна наша коллега, депутат, подошла к нам и говорит, смотрите, вот здесь тут законопроект один, мысли мы в него внесем, то некоторые олигархи потеряют контроль над государственными предприятиями. Суть его заключалась в том, что если какой-нибудь олигарх имел 10-15% предприятий, он, в принципе, контролировал все, что происходит там. Представить себе когда-нибудь, что парламент, украинский парламент, примет такой закон, я не мог никогда за все 10 лет работы журналистом. Мы, в общем-то, ну давайте сделаем, ну вот это было такое вот, ну давайте сделаем, давайте попробуем, вдруг получится. И у нас получилось. У нас получилось, вопреку тому, что олигархи договаривались с президентом, вопреки тому, что олигархи договаривались с министрами, с премьер-министром, вопреки тому, что нам угрожали, вопреки тому, что все телеканалы уничтожали нашу репутацию, рассказывая, что мы берем взятки, что мы работаем на тех или на этих людей. Мы это сделали, вопреки тому, что ни одна фракция в парламенте единогласно не проголосовала. По сути, 12 человек, которые стояли у трибуны, заставили парламент поменять свое решение. По одной простой причине. Не потому, что эти 12 людей были сильными, а потому, что за этими 12 людьми стояла вся страна. И было ощущение, что если это не сделать, то это позор, и завтра их вынесут тоже из этих кабинетов. Это был первый момент, когда я поверил, что действительно нас маятся. Но не нас, как депутатов, не тех, кто стоят у трибуны, а тех, кто хотят действительно во что-то поверить. Второй момент, когда я поверил, что действительно что-то может случиться, когда мы начали делать реформу полиции. Я думаю, что в вашем городе тоже есть патрульные полицейские. Они есть даже в этом зале. И я, правда, радуюсь им в каждом городе. Когда мы начали набирать ребят, Экосглация – это замминистра внутренних дел. Она уверяла, что вот все получится. Я, будучи журналистом, не верил ни одному слову. Правда, мне казалось, что это невозможно. Мы не сможем набрать людей в самую коррумпированную систему в стране, такие, которые не брали бы взятку. Первый набор, когда шел, когда я видел ребят, которые приходили на собеседование, я был в шоке. Потому что садились молодые ребята и говорили со мной моими словами. Они мне говорили, что я хочу поменять что-то, что мне надоело, что я не хочу брать взятки, что можно работать иначе, что можно действительно брать в руки оружие, защищать закон, а не чьи-то интересы. Я в это честно не верю. Прошло семь месяцев. Первый патрульный вышел на город, в городе Киви на улице. С того времени, до сегодняшнего дня, только один факт коррупции среди патрульной полиции. И этот один факт вскрыла сама полиция. Никто-то слева. Это самая коррумпированная структура за всю историю Советского Союза. Это структура, которая как государство в государстве лежит по своим правилам, в которой деньги переходят внизу до самого верха всегда, и это невозможно применять. Это вирус. Рядом с ними появились люди, которые не берут взятых. Рядом с ними появились люди, которых впервые вышли защищать. В нашей стране никогда не было такого, чтобы обычные люди защищали людей в мундерах. И мы гордимся ими. И эти люди не являются ничьим расстоянием. Никто не может сказать, что он сделал их. Ни министр, ни замминистра, ни я, ни президент, никто. Это их настояние. Они себя сделали. Но если бы тогда, год назад, мне сказали, что у нас по улицам ходят такие люди, я бы не поверил. Я думаю, что и вы не верите в это. Я думаю, что и вам тяжело это. И когда я каждый раз приезжал в разные города и рассказывал, мы начинали делать реформы в Ужгороде, потом делали в Храматорске, в Славянске, в Мариуполе, каждая встреча началась с одного. Ребята, у вас ничего не получится. Что вы нам рассказываете? Какая мигитая? Да они будут все равно брать взятки. Я думаю, что и вы так думали, но признайте себе, что вы тоже так думали. Но при этом каждый из вас уверен, что лучше, чем все вокруг. Проблема всех нас в одном. Мы не хотим знакомиться друг с другом. Нам каждому кажется, что мы лучше, и такого не бывает. Нам каждому кажется, что в принципе больше в мире и в нашей стране нет некоррутированных людей, которые действительно хотят иначе. Это то, что нам вбивали в голову на протяжении всей истории. Что коррупция неискоренима, что страна в этом погрязла, что Украина вот такая, и другой Украины не будет. И что, давайте не трогать. Вы воруете у себя понемножечку, мы у себя воруем понемножечку. Давайте вот так жить. Но мы впервые начали создавать эти островки. Шесть месяцев назад в Храматорске, когда мы набирали патрульных, ко мне подошел парень. Он был одет в пальто, немного варит три размера больше, чем он сам, в таких старых сапогах и с пакетом. Подошел и говорит, «А мне можно вот в патруль? Я говорю, да ну иди на тесты». И он, мы тогда тесты принимали. Он говорит, но у меня есть одна проблема. Я говорю, какая? Он говорит, я из Донецка. Я говорю, в смысле из Донецка? Он говорит, я вот сейчас приехал из Донецка. Я говорю, вот сейчас здесь 8 утра. Говорит, да, я всю ночь стоял на голову по столу, приехал из Донецка, и я хочу поступить в патруль украинской полиции. Я говорю, а почему ты живешь в Донецке? Говорит, а мне некуда выезжать. Я приезжаю в Днепропетровск, меня называют Донецким. В Храматурске мне негде жить. Мой отчим сепаратист. Моя мама поддерживает сепаратистов там. Я жмусь в одной квартире и воюю. У меня на стене, говорит мальчик, висит флаг Украины. И этот мальчик прошел все тесты. Он сейчас будет что-то в Апере, и он будет украинским полицейским. Я уверен, что не будет это произведут. Через 3 месяца в нашем парламенте мы открыли бюджет, и в бюджете 1 миллион долларов был выделен на фестиваль патриотической песни «Будь ты вильным». Скажите мне, пожалуйста, этот мальчик, который действительно выбрал быть свободным, пришел на эту сторону. Прошел блокпост. Возможно, заплатил взятым. Он рискует каждый день, возвращаясь туда, в Донецк, чтобы его могут убить, арестовать за то, что он сотрудничает с нашей властью. За то, что он просто выбрал Украину. А какой-то умный, который сидит в парламенте, заложил 1 миллион долларов, еще и назвал это «Будь ты вильным». Скажите, кто из них больше имеет право к свободе? Кто из них на самом деле хочет свободы для этой страны? А знаете, чем этот миллион долларов был выделен? Мне для фестиваля песни. Этот миллион долларов, как потом нам объяснили, это для питания дорогих гостей в государственном управлении дела. При президенте. Они это открыто говорят. Просто они не могут это провести в бюджете с такой. И это та сторона, в которой мы живем. И если такие ребята, как он, из Донецка, и такие люди, как здесь, тут сидят, не будут верить, что это можно поменять, то вот эти дети, которые танцевали здесь, через 20-30 лет будут сидеть в этом зале и вспоминать, как они помогли с коррупцией, когда им было 10 лет. Если вы не будете верить в тех людей, которые там, если мы не будем объединяться и заставлять их делать, как мы хотим, я уже, как старик, буду рассказывать своему ребенку, как я боролся с коррупцией. Я этого не хочу. Мне это противно. Я не хочу прожить эту жизнь бесполезно. У нас в парламенте есть несколько депутатов, которые прошли с первого майдана, когда был независимый, гранит, революция на граните. Они прожили революцию на граните, они голодали там, они прошли ральную революцию, они прошли Ющенко, они прошли вот этот майдан, им уже 55, 60, 70 лет. И они ничего не видят, чтобы что-то поменялось. Мне очень грустно от того, что у нас в стране так. Я хочу это поменять. И, к сожалению, я один. Там нас 15, 20, 30 человек, но это как в поле один. И знаете, что они хотят сейчас? Они надеются нас оттуда выжить. Знаете как? С помощью вас. В первую очередь. Первое. Они надеются, что вы будете на нас давить, рассказывать, что вот, ребята, вы в коррупции, вы сидите в парламенте, вы такие же, как и они. Кто-то сломается в видео, и такие уже есть. Нельзя уходить из системы. Если вы туда попали, нам доверие, нам нужно работать там, заставлять их делать, как мы хотим. Хватит уже, надо расти. Сколько можно? Сколько можно мы можем сдаваться перед людьми, которые сильнее нас, и просто у которых есть опыт и деньги. Так у нас происходило всегда. Нас обыгрывали там, где мы должны жить. Нас заставляли, выжимали из системы, рассказывали, какие мы плохие, какие мы наивные, глупые, и мы в это верили и уходили. Но все друг к другу хлопали. Потому что очень классно. Хлопнуть дверью, сказать, они все коррупционеры, а я хороший. И что? Представьте себе, что сегодня все те, кому вы верите во власти, хлопнули дверь и ушли. Что вы получите? Мы будем сидеть вот там, в зале, а вот здесь будут стоять коррупционеры. И они будут рассказывать нам, как жить. Нельзя этого делать. Надо брать на себя ответственность. Надо идти и бороться. Да, к сожалению, так получилось, что сейчас политика грязная вещь. Да, так получается, что сейчас нам приходится работать с коррупционером. Я писал каждые полгода по одной статье, двух статей, тех людей, которые сейчас сидят в парламенте, в администрации, что не коррупционеры берут деньги. Но если сейчас надо с ними договориться, чтобы мы приняли правильный закон, если сейчас надо принять закон, по которому через 2-3 года у нас политика будет другой, я буду с ними договариваться. И, возможно, кто-то меня в этом обвинит. Но через 5-7 лет я буду себе говорить, что я сделал правильно. Но я могу холодной дверью уйти. И на это они рассчитывают. Второе, когда они рассчитывают, когда они с вашей помощью нас вынесут оттуда. Это если вы будете верить популистам. Люди, которые будут приходить, вам рассказывают, как будет хорошо уже завтра. Как кто-то будет поднимать пенсии, как кто-то поднимать тарифы. И будут рассказывать очень красиво. Поверьте мне, они это умеют. Они это делают намного лучше, чем мы. У них намного больше возможностей к вам дойти. Они заходят в ваш дом каждый вечер. Новости, радио, газета, телевидение, слухи, интернет. Это их оружие в ваших сердцах, в ваших головах. И вы этому верите, к сожалению. Многие. Многие верят, что то, что происходит, это реформа. Но это не так. Они всего лишь шимы, прикрывают то, что они хотят зарабатывать деньги. Я никогда не думал, что это так цинично и просто. Я это теперь знаю, насколько это цинично и просто. Когда действительно люди, которые ничего не понимают в системе, не уважают тех людей, с которыми работают, приходят, зарабатывают деньги, уходят, потом идут на выбор за эти деньги и приходят в власти опять. Это то, что происходит сейчас. Три дня назад в парламенте предлагали закон, которым якобы должны были отобрать активы Януковича. На самом деле они крабят накрабленное. То, что украл Янукович, теперь хотят украсть между собой поделить, за эти деньги пойти на выборы, выиграть выборы, вернуться и опять красть. Это то, чего они хотят. Как мы можем это изменить? Первое. И самое важное, чего они боятся. Это вера. Поверьте, это самое страшное для них. Люди, у которых горят глаза, которые верят, и которые хотят что-то поменять, и которые сожгли за собой мосты, только это сделали мы. Потому что два года назад я был журналистом. И мне было очень комфортно дальше был журналистом рассказывать, какие неплохие вы бы не хлопали громче. Сейчас кое-кто из вас сомневается, что я хороший, кое-кто будет на улице сомневаться, что мы правильные, мы что-то потеряли. Мы сожгли этот мосты собой, мы пошли вперед. Таких людей не боятся. Они боятся людей, которые верят вопреки всему, которые пойдут и возьмут за себя ответственность. Они надеются, что эти люди сломаются. вера – это то, что заставит их прошатнуться. Они устанут и уйдут. Но будет страшно, если когда они уйдут, мы не сможем взять на себя ответственность. Поэтому второй шаг – возьмите на себя ответственность. Каждый на своем месте. Если вы работаете на государственном предприятии, не ломайтесь. Не заставляйте вокруг себя людей верить, что зло, деньги, подлость и коррупция сильнее обычной доброй работы, обычных хороших людей. Нам всю жизнь доказывали, что если ты честный, то ты глупый. Это не так. Посмотрите на нас. Мы честные и мы не дурные. Мы их заставим поменяться. Мы хотим, чтобы нас было больше. Мы без вас этого не сможем сделать. Возьмите на себя эту ответственность. Третье. Если вы действительно верите и вы взяли на себя ответственность, найдите людей, которые вокруг вас такие же. Они боятся, когда люди объединяются. Мы на самом деле, например, не очень большие депутаты, у нас нет большого опыта. Но даже нас троих во фракции, меня, Сережа и Светланы, которые вы видели, достаточно было, чтобы найти еще 10 человек. Сейчас нам нужно 15. Этих 15, они боятся. Потому что эти 15 громко могут сказать, что они воруют. И не только в нашей фракции. Во всей власти. Люди, которые громко говорят и не боятся, это самое страшное, чего они боятся. Понимаете? Для этого не нужны деньги. Для этого не нужно опыта. Для этого нужно просто честно говорить, как есть. Мы честно говорим, как есть. И третье. Если вы нашли вокруг себя людей, которые вам верят, если вы сами верите, если вам горят глаза, присоединяйтесь к нам. Это единственный способ сейчас, на сегодняшний день, достучаться туда наверх. Возможно, через полгода, через год, будут досрочные выборы. На самом деле, не пугайтесь с этого. Мне самому страшно, честно. Я никогда не шел на выборы самостоятельно. Я не знаю, как это делается. Я не знаю, как строится команда, где зарабатываются деньги на эти выборы. Но я знаю, вижу этих людей, вижу ваши глаза. Я знаю, что без этого мы не сможем сделать ничего. А у них этих глаз нет. К ним не ходят такие залы в обычные дни. Не ходят. Поверьте мне. Только мы вместе, достучавшись до Киева, объединившись, можем это сломать. У меня другого выхода нет. Если, не дай Бог, вы допустите теперь другой выход, все пойдет опять по той же курсности. Мы дождемся следующего Майдана, опять будет комфи, опять наши дети уже будут стоять на других Майданах, на других фронтах и они опять будут начинать бороться с коррупцией. Давайте взрослеть. Давайте все-таки брать на себя ответственность и не бояться. Я очень вас прошу. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Сахар.